начнем с 2019 года когда был первый блин комом я решила что вот я выучу жестовый язык и как пойду это просто для себя да так пойду помогать глухим и слабослышащим я еще собрала некую группу волонтеров и мы с ними уже вроде занимаемся вместе делаем что-то полезное когда мы уже подходили глухим и слабослышащим они от нас в стороне вы зачем нам и для меня это правда был какой-то шок потому что это общество оно достаточно закрытое просто так туда вообще не зайдешь и когда мы разговаривали с александр михайленко которая собственно познакомила меня с этим миром она говорит о том что она имела слово в детстве потеряла собственно сейчас у нее частично он есть но она не относится ни глухим слабослышащим потому что это разные категории то есть будем знакомиться да люди нормотипичные у которых все хорошо со слухом дальше есть люди с нарушением слуха которые по прям с рождения имеют такие проблемы есть поздно оглохший и вот они уже не относятся категории то есть они между собой разделяются навыки то все равно есть общение да я понимаю что они не только отличается по навыкам они в целом как совершенно разные группы еще есть люди без нарушения слуха но которые родились в семье глухих так называемые коды и они самые лучшие переводчики но потому что они растут в той семье где сразу есть два языка как с любым языком ваш проект бюро переводчиков выиграл в грантовом конкурсе от росмолодежи проект включает себя сразу несколько блоков во первых это сразу две группы одна находится в салихарди и мы как раз ними занимались здесь в творческой инклюзивной студии облака а вторая находится в ноябрьске эти две группы у нас сначала занимались очно понеделье с приглашенными специалистами при том что у них было действительно погружение и тот и другой педагог оба глухие поэтому занятия у нас проходили в полной тишине дальше они у нас шли обучение онлайн дело в том что одной неделе мало люди только начинают разбираться и у нас как с любым языком я думаю да и у нас были в пахнулевички которые только-только увидели что это такое было интересно непонятно но они захотели включиться потому что кто-то рассказал и люди начинают в это включаться больше узнавать и находить какие-то общие связи а зачем нужен этот язык в обычной жизни глухонемой говорить нельзя это устаревший термин можно так написать только сочинение про муму где действительно главный герой был глухонемым по тексту тургенева глухой слабослышащий ни в коем случае не отворачиваемся вот это ошибкой будет он вас не видит потому что считывается артикуляция считывается ваша мимика то есть можно сказать спасибо можно спасибо вы сразу понимаете что это за отношения если вы находитесь в помещении и общаетесь сразу с несколькими людьми если вдруг стоит глухой слабослышащий да человек с нарушением слуха ни в коем случае не игнорируется потому что он тоже должен понимать о чем идет речь если мы говорим про оттенки и в целом как один жест может означать одно слово может одну букву или целую фразу то по движениям можно изменить жест вообще целиком например да это буква у никого не трогай да это разминка для пальцев если мы перевернем и начнем возможно у вас важнее возникнет какая-то ассоциация утюг гладить да неплохо да мы делали длинные движения предполагать можно это целая игра с которая только включается но если мы оставляем тот же жест но делаем быстрое движение суббота буква и но если мы придадим движение это самолет и вроде один и тот же жест но придаваем динамику или статику совсем другое а вот это вот на рок-концертах а вот это целая фраза я тебя люблю мы складываем это из другого языка пришло к нам раскрываем секрет для зрителей да что жестовый язык он не один есть немецкий французский английский испанский международный с английского языка это по буквам мы собираем ай буковка love you все вместе я тебе люблю это у нас так и осталось поэтому так важно показать динамику показать мимикой жестами насколько наполнен содержательный этот жест и какое-то отношение когда мы говорим что жестовый язык для всех мы показываем что жестовый пригождается в повседневной жизни ребята которые были на ознакомительных мастер-классах те ребята которые были в надыми волонтерами не таки в школе подсказывать можно а да педагоги не знают да жестовый язык они там сидят на алфавите какой ответ под партой вообще замечательно я конечно этого не говорила я хвалю их ну правда они находят как применить этот язык то эти ученики сегодня кому он нужен ну про группу волонтеров медиков мы уже понимаем да они у нас в ноябрьский да это отдельная категория ребят если мы говорим про творческую студию кто здесь во первых это те ребята которые хотели понять на своего друга есть у нас группе слабослышащий и еще в первом потоке в двадцать первом году подтянулась к руководителю девушка которая сказала о том что я хочу выучить жестовый язык чтобы он меня понимал сейчас жестовый язык конкретно здесь это для развития мелкой моторики здесь мы преследуем цель не больше коммуникации хотя она определенно есть с творческой студии инклюзивной мы больше на то чтобы ребята независимо от различных обстоятельств нарушений чтобы они также включались и в творческую жизнь в том числе кто-то может танцевать кто-то петь у кого-то предрасположенность к рисованию а жестовый язык он способен объединить говоря ребятах студийцах для них этот язык для творчества и для развития сколько занятий нужно для того чтобы освоить этот язык я думаю что то здесь вот можно его рассматривать во всяком случае как какой-то иностранный язык да да может быть видели было там 16 уроков полиглот я думаю что вся та же самая история здесь действительно если мы говорим то есть от индивидуальных способностей от индивидуальных способностей да и мы понимаем что если выполнять домашние задания то эффективность будет намного выше если мы сейчас говорим только об алфавите то есть ручная азбука то взрослый человек да с выполнением домашних заданий за неделю и и спокойно освоит он будет говорить пусть не бегло но по крайней мере слова он может собирать обратный перевод здесь нужно конечно практика потому что в этом занятии и у меня возникают большие проблемы это одно из самых сложных понять потому что есть во первых человек у него разные жесты так или это как почерк да кто-то пишет букву б кто-то пишет ее как да 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 как печатную да если мы посмотрим на букву д это ой вообще разнообразие как мы писали например у кого было черчение да буква д совсем в другую сторону здесь тоже зависит и от почерка и зависит от региональной специфики грант подразумевает естественно денежные средства на что они в данном случае будут направлены потому что вы говорите что обучение бесплатно абсолютно да что у нас в затратах во первых это приезды педагогов из москвы это в ноябрьск салихарт также питание их проживание онлайн обучение для ребят это бесплатная история для того кто выиграл грант это про то что нужно заплатить мы распечатывали карточки образовательные для того чтобы проводить ознакомительный мастер-класс они также были бесплатные по предварительной регистрации чтобы я просто понимала сколько будет человек потому что должна быть история камерная за каждым не уследишься кто-то тут покажет субботу кто-то погладит а кто-то покажет что-то другое и очень интересное также в этом всем у нас была заложена история про сертификацию ребята прошли обучение я говорю скоро побегу на почту получать эти заветные сертификаты о том что ребята получили такое образование прошли курс и у нас еще были рубашки где прямо на рукаве перевожу и здесь был заложен такой смысл что с одной стороны мы становимся частью тех людей которые знакомы с русским жестовым языком начинают коммуницировать с теми кого нужно посвятить а с другой стороны это про то как будто мы берем за руку и человека из мира глухих переводим в мир слышащих и наоборот мы такие проводники поэтому слово перевожу здесь и в том плане что мы действительно как переводчики начинающие с другой стороны мы проводники